Добрый день, меня зовут Лимар Юрий Викторович, я директор консультативно-технологического центра Деснянского района города Киева, который существует с 1 ноября 2013 года. Обслуживает около полумиллиона населения прописанного, плюс 1150 непрописанного. Это население примерно достаточно большого областного центра. Состоит из базового здания и шести филиалов. Которые расположены во всем Деснянском районе. Работает здесь полторы тысячи человек. Многопрофильное учреждение, как диагностическое, так и лечебное. У нас есть в четырех филях представлены дневные многопрофильные стационары. Достаточно хорошая диагностическая база. Высококвалифицированные врачи, медсестры и весь персонал. Достаточное количество кандидатов в наук, есть доктора наук. Все это работает для жителей Деснянского района и города Киева. Пошлите дальше. Милости прошу, посмотрим, что внутри. Проходите. Это пятый этаж нашего здания. Здесь у нас находятся рентген-отделение и стоматологическое отделение. Здравствуйте. Это основное помещение нашего рентген-отделения. Когда-то здесь стоял компьютерный томограф, но он изжил себя, был списан, снят с обслуживания, и мы остались без компьютерного томографии. Заведующее рентген-отделения Субботина Ирина Юрьевна нас с удовольствием вам расскажет, что мы сделали, что мы делаем и как мы это делаем. Начнем, наверное, сразу с нашего рентген-отделения. Здесь мы проводим наши процедуры. Аппарат у нас Siemens немецкий. Это маммограф фирмы Philips. В прошлом году наша аппаратура прошла так называемое обновление. Купили оцифровку. Модернизацию прошла. Это панель, по которой передаются снимочки. Они через интернет попадают к нам на компьютер. И уже в цифровом варианте мы их рассматриваем. Также закуплены новые аппараты. И все аппараты соединены в единую сеть, где мы можем рассматривать снимки всех в поликлиниках. Если надо произвести распечатку снимков, у нас стоит цифровой клиник, на котором производится распечатка снимков. Я уточню. Может снимки, которые делаются в любой поликлинике, где стоит цифровой аппарат. Их четыре у нас таких здания, где стоит четыре цифровых аппарата. Видит уже каждый врач-хирург, каждый врач-травматолог. То бишь, если здесь сделали по любому адресу, врач, к которому пришел пациент уже без пленки, включает монитор. У каждого врача есть компьютер, включает монитор и смотрит качественный снимок. Сейчас мы это продемонстрируем. Сделали уже в этом здании, подключили в эту сеть и лор-врачей, и невропатологов, пульмонолога и аллерголога. Все то же самое произойдет и на других зданиях. Мы отказались практически от старой доброй пленки, от проявителей, закрепителей, от проявочных машин, что дает нам экономить до 700 тысяч гривен в год. Если же пациент нуждается в дальнейшей консультации в каких-то научно-исследовательских институтах или в других диагностических центрах, мы можем дать ему распечатать на пленочку. Есть два формата пленки. Мы можем подойти к негоноскопу, я вам покажу. Распечатаем на принтере сухой печати, плюс на электронных носителях, на флешке, на дискетах. Тут уже по вариантам. Это вот как варианты пленки. Это коленный сустав. Мы можем распечатать большие поясницы на большой пленочке. Либо есть тестовые варианты. Небольшие такие пленочки, где можно показать достаточно качественное изображение. Это тоже наши тестовые варианты, когда мы пристреливались и к режимам, выбирали, как лучше снимать. Вот такая вот пленочка. Это рабочее место врача. Это мы видим, сняты у нас тазобедренные суставы. Что очень хорошо, мы можем снимочки увеличить, уменьшить, показать, более детально рассмотреть изображение. То, что на области следования, которое нас больше интересует. Точно так же видят все наши травматологи, хирурги, невропатологи, лоры. Рассматривают изображение точно так же, как и мы. И пациенты потом получают наше заключение уже непосредственно после описания этих снимочков. Вот. Можем сбросить изображение на диск, кому надо. На электронность. Да. Вот. В электронном варианте уже получить всю информацию. Найдены были спонсоры, которые любезно согласились за свой счет сделать ремонты в кабинетах. Потому что зданию все-таки 20 лет и некоторые кабинеты нуждаются в ремонте. Ирина Юрьевна хочет похвастаться своим отремонтированным кабинетом. Да. Очень сильно. Это вот наш кабинет в новом варианте. Вот вчера нам привезли наши засобы запуску. Вот это они будут распределяться у нас на район. Вот кто подавал заявочки. Вот. Новые абсолютно. Да. Это вчера привезли. Вот поэтому... Вставайте. Да, да, да. Мы можем показать. Это не специально сделано. Это совпадение. Это просто, честное слово. Фирма Оника. Вот фирма Оника, да. Вот. Свежеполученные. Свежепошитые, свежеполученные. Вот. Все. Проходит обновление. Вот. Скоро у нас будет новый Неготоскоп, я надеюсь. Да, будет. По-хитрому. На камеру надо сказать, что ей нужен новый Неготоскоп. Боремся за него уже два месяца. Их просто нет. Она сильно хорошая хочет. Ну, пошлите в стоматологию рентген. Давайте. Мы к вам на минуточку. Да. Вы простите. Да. Пожалуйста. Извините. Здесь у нас стоит два аппарата. Кабинет еще не отремонтирован. Да. Кабинет сейчас требует ремонта. Но вот это у нас стоит новый дентальный аппарат. А это у нас новый аппарат ортопантомограф. Вот здесь производятся снимки панорамной челюсти. Вот. Мы можем увидеть изображение здесь в цифровом варианте. Здесь рабочее место лаборанта. И к нам приходят пациенты со всего района. Ну, и из других районов приезжают для того, чтобы получить достаточно качественное изображение. Это наша Зоя Александровна, старшая медсестра данного отделения. Стоматология. Стоматология. Это хозрасчетная бюджетная стоматология. Из хорошего. В отделении был сделан ремонт. Опять же, за счет спонсоров. Да. Ремонт уже сделан очень хорошо. Ну, своим не хвастайтесь. Вы покажите, как кабинеты врачей, а не свой кабинет. Хорошо. Просто пройдемся по кабинетам, посмотрим, как сделан ремонт. Ну, и сколько лет до этого не делался ремонт. Ремонт сделан. Большое спасибо. Ремонты сделали зимой. До этого времени очень долго кабинеты были не в таком состоянии. Наверное, лет 15 ничего не делали. Да, Александровна. Да, лет 15 ничего не было. Это ремонт сделали. Пол поменяли. И стены поменяли. Стены покрасили. Потолки поделали. Линолеум полностью все. Да, полностью все сделали. И так, все отделение. Здесь длинный проходной коридор. Линя, здравствуйте. Здесь у нас там стерилизационная и дальше кабинет. Проходите. Так, пожалуйста. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь у нас стерилизационная, тоже ремонт сделанный. Здесь стерилизуются инструменты. Пожалуйста. Рабочий кабинет доктора. И еще один рабочий кабинет доктора. Все наше отделение стоматологическое. Еще есть кабинет хирурга. Здравствуйте. 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 Терилизация, мылость, полностью все. Потому что это режимный кабинет. Это наш врач-хирург. С огромным опытом работы. Сколько лет в районе работаете? 24. 24 года. У него нет зубов, которые хоть бы не мог удалить. Потому что он... Я так помню по своей памяти, мы вдвоем начинали на неотложных помощях. Я на терапевтической, он на стоматологической. Да, так что... Золотые руки, так все говорят. Спасибо. Спасибо. Так, хирургическое отделение. Третий этаж. На этом здесь находятся у нас два хирургических отделения. Оба посетим. Я бы сказал, первое отделение общей хирургии. Пошлите в операционную, зайдем, где принимают врачи-хирурги, травматологи, онкологи, урологи, офтальмологи, лор-врачи. Тут же оказывается помощь. В Деснянском районе отсутствует больница, стационар. Мы пытаемся развить... Вот и наш заведующий. Добрый день. Ярослав Владимирович. Пытаемся развивать стационары одного дня. То бишь, что значит, пришел пациент сегодня, прооперировали его в амбулаторных условиях. До вечера он побыл в дневном стационаре и благополучно ушел домой. Что дает возможность экономить на питании, на пребывании в стационарах и все остальное. О том, что здесь делают. Это палата. Проходите, давайте посмотрим. Здесь, послеоперационная палата. После ремонта, с окном, с обогреванием находятся пациенты. После операции. Какие операции расскажет нам заведующее отделение Ярослав Ильинич, кандидат медичных наук. Районный хирург, районный проктолог. Это святая святых. Проходите сюда. В хирургическом отделении Клинико-диагностичного центра Деснянського района выполняется широкий сток хирургических включений. А самая операция с приводом гриш, вариктозной хоробе. Каких гриш? Гриш по ремонту черної стенки. Прокологические, хирургические включения. И это самое благодаря тому, что наявные подготовленные кадры. У нас работают 5 кандидатов медичных наук. У нас есть участие обладнание, а самая лазерная установка, которая позволяет выполнять сердечное включение грибарикозной хороби с помощью лазерных технологий. В УЗД контроль у нас интраопераційный и передопераційный. Диагностика, особенности грибарикозной хороби. Мы приняли опыт и из-за кордона, европейских стран, штатах, где уже давно есть такая форма для медицинской помощи, как Ванда и Седжерих, где есть одного дня. И близко 60-80% всех хирургических включений, они выполняют самым амбулаторно. Мы уже выполняем хирургические включения в умовах денного стаціонаря больше 15 лет. У нас есть свои напрацювания. Звичайно, что пациентам, иди в бюджет пациентов. Есть шкала оценки стану здоровья, называется АСА. Мы берем пациентов в первой и второй станции по АСА. Пациенты у нас пребывают от 2 до 5 часов. За этот час проводится хирургическое включение, контроль витальних функций, и пациент отправляется домой, как правило, в соблюдении родителей и знакомых. Подальше идет контроль, моніторинг периодика 58-го періоду. В домашних умовах выполняется рекомендация, которую мы даем. Декольки визитов и пациент выздоровеет. Из обладнания, ну, по-перше, у нас начинаем с самого початка. У нас есть универсальный стил. Новый. О, всякий новый универсальный стил, який изменяет положение. Это позволяет пациенту уже какие положения, какие необходимы, какие комфортные для выполнения лидер, и пациент. Есть аппарат лазерная установка, которая позволяет выполнить ликозные хирурги, шляхом эндовазального лазерного погуляции стовбора проблемной вены. Есть электрохирургический аппарат, который прискоряет час выполнения хирургических обучений, а также качество выполнения самой операции. Працей, которую мы выполняем, выполняется малотравматическими методиками. Поэтому пациенты могут быть в домашних умовах, после операции на период. И они не потребуют каких-то призначений инъекционных введений препаратов. Достаточно таблетованих препаратов, и это, я правила, знеболющее, або антифактивные препараты, которые пациент абсолютно спокойно может принимать в домашнюю помолу. Следующая хирургия. Хирургия малоинвазионных технологий. Есть, которые выполняют достаточно количество операций при помощи лапароскопического доступа. У нас имеется соответствующее оборудование, персонал и пациенты. Прошу вас. Отделение малоинвазионных технологий. Прошу вас. Прошу. О, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня пятница, неоперационный день. Смотрят больных. Всполняющий обязанности. Заведующий Рябаконь Павло Владимирович, что не было важно, в прошлом году тоже защитил кандидатскую диссертацию. Сначала я скажу про молодых врачей. Если они приходят сюда и начинают здесь работать, то они уже никогда не уходят. Потому что некоторые заканчивают институт и идут по фирмам. А это пришли со студенческой скамьи и здесь работают. А теперь показывайте, рассказывайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Это наши палаты. Післяопераційные палаты, в которых перебывают пациенты до и после операции перед выпускаю на амбулаторную лекару. Палаты. Лешка функциональны, перегуляються на жне положение, головное положение по высоте лешка. Зручно працювати, комфортно и с травматологичными пациентами еще немаловажно. Ну вы только не говорите, только у него основная специальность травматология. Помимо травматологии, здесь сделают еще и гинекологию, брюшную полость, хирургия. Поэтому рассказывайте за все, как заведующий, а не только за свою травматологию. Павел Дарьевич. Еще одна палата. Такая же, с такими же функциональными, с такими же удобствами. Это операционная. Сегодня можно туда заходить? Можно. Ну уже зайдите. Там за спиной старшая медсестра отделения, она разрешила. Она же операционная сестра. Ирина Ивановна. Я не знала себя за такой грех. Аппаративный стиль, уже срочно, функциональный такой, что снимается головная, она рассувается, занимается... Во всех поплоскостях. Да, в любичественной кистоле. Готовится он как для травматологических, антопедичных, уникологических, хирургических включений. Это один, не самый стиль. Только модификаются его такие, для помежних частинок. Электронный оптичный производитель позволяет работать ремьенограммки або навіть ремьеноскопийку під час проведения оперативных включений. Интраоперационно выполняется пед час операции хирургии, не рестерилизовывается, одночасно проводится и ремьенозьемочка очень удобно при металлоустеосинтезе, это постановка металлофиксаторов при проломах, так и при выделении металлофиксаторов при народных тилах. Незаминная речь, когда нужно маленькую землю. Невеличкие розвязи и все досягаемое маленькую землю. Совсем недавно приобрели. Но уже довольны. Артроскоп и ляпараскоп как само и для гинекологических операций. Меняются разные устаткования, насадочки, дозволяются через мини-прокольчики потрапляти в чередную поражнину виконується холестисоктомика, травматологичная ортопедичная виконується артроскопия колинного сулопчика, ключевого и муково-стопного сулопа. Прокольчики меньше 1 см. Все под контролем видеокамера, іншим манипуляторам, які треба, все выполняется, помпа. Артроскоп Сулопчики наполняются специальными ледонами, в яким мы працюем зручно, швидко и малым мазином для пациентов. Какие еще операции делаете? Для апаратомичной операції грижи, кури, белоливні живота, пахови, вены. З гинекологичных операций, це гістероскопийки саме-самай чистіші. По травмам, не можу сказати, однакова кількість верхньої нижній сілах дуже багато противних лікувань. Пам'я, електронний носитель, якщо потрібна дальніша консультация в інших клиниках более высокого уровня. Все? Проходите. Это кабинет эндоскопії. Врач-эндоскопист, она же хірург, Юлия Николаевна. Выполняємо здесь гістероскопію, полоноскопію на новому апарате кудженон. То есть апарат прекрасна, есть пункция фаз, то есть оно позволяет лучше видит рельеф слизистой, лучше видно полипы, лучше видно воспалительные процессы в кишечнике и в желудке. То есть выполняем удаление небольших полипов, то есть в кишечнике и в желудке, выполняем диагностические процедуры. в принципе, апарат прекрасный, довольный пациенту, тоже вроде как довольны. Это весь кабинет, он разделен на определенные зоны. Здесь есть возможность и пациенту отдохнуть после, потому что, ну, колоноскопия, гастроскопия не совсем такие приятные процедуры, но, к сожалению, их необходимо проходить для выявления злокачественных образований. Ну, продолжаем нашу экскурсию, идем в женскую консультацию, в дневной стационар, где лежат беременные и женщины, которые нуждаются в помощи. Вот наши палаты, вот санитарочка прячется, стесняется. Это заведующее отделение Тамара Викторовна. Мы имеем такие палаты, женщины там перебиваем в первую половину дня. В этом отделении есть еще кабинет УЗИ. Да, мы имеем кабинет ультразвуковой диагностики, где стоит у нас новый аппарат УЗИ с вагинальным датчиком, где мы проходим при натальной скрининге вагнитных. О, заходим. Здравствуйте. Проходите. Это Артем Витальевич, врач не много стационара, врач-узист. Он уже не улыбается, только что улыбался. Ну, расскажите про аппарат, сколько делаете, сколько смотрите. Аппарат «Филипс» приобретен год назад. Дополнительно для пациентки есть экран, где она может видеть плод будущего своего ребенка. Рассказывайте. Монитор имеет три датчика, также вагинальный датчик для гинекологических исследований. Обладает всеми видами доплерометрии для обследования беременных в полном объеме. В две смены плюс в субботу работают. Практически охватывает всех женщин. Помимо этого аппарата есть отдельный еще УЗИ-аппарат для нужд женской консультации, которые делают молочную железу для того, чтобы разгрузить этот аппарат. Достаточно тоже хорошая, тоже «Филипс», по-моему, «Филипс» визу стоит. Оба все аппараты, не только эти УЗИ-аппараты, все оборудованы принтерами, которые потом могут распечатать и дать пациенту с собой. Также можно записать на электронные носители. Пошлите женскую консультацию. Тут же находится на этом этаже многопрофильный стационар на терапевтические, кардиологические, пульмонологические и гастроэнтерологические коеки. В общей сложности на 45 коек. Пошлите на первый этаж, там гинекология. Это наша женская консультация, где принимают врачи-акушеры-гинекологи, как беременных, так и гинекологических больных. Здесь есть кабинет патологии шейки-маятки, кабинеты оборудованы у нас кальпоскопами, есть операционная, за которую нам расскажет Тамара Викторовна, заведующая женской консультацией. Женщая консультация 51 920 человек. Мы надаем как гинекологическую, так и аушерскую духовку. На облик у нас перебывает постоянно 650-700 вагетов. Добрый день. Не помешаем вам? Кабинет приема лекаря. Я не у вас прошел, а у девушки зайдите. Кабинет лекаря и оглядовый кабинет. Вот у нас сидит беременная женщина. Вот мы ее осматриваем. Мы делаем камнижный осмотр, смотрим ее анализы, меряем давление, смотрим отеки, слушаем, как ребеночек сердечко бьется. Ну и соответственно даем определенные назначения, рекомендации. Если конечно нужна данная бельня, не нужна, мы ее осматриваем на кресле. Но в данном случае это не нужна. Да, мастер, здесь у нас смотровой кабинет. Значит, у нас есть гинекологические весла, скоби, инструменты, кальпаскоп, видеосистема, сканер 3, да. Где изображение? Я покажу вам, там у нас принтер есть, мы сейчас пойдем посмотрим, у них просто принтера еще нет. Тогда расскажите, что можно посмотреть и потом распечатать. я покажу, у нас есть архив, в который мы заносим все снимки наших патологические снимки шейки матки, которые надо лечить, а потом мы их можем посмотреть, когда уже пролечены. То есть полный архив лечения. Да, все женщины у нас осматриваются кальпоскопически в обязательном порядке. Берется циологический анализ обязательно шейки матки. Вот работа. Кабинет патологии шейки матки, где происходит лечение шеек и процессов шейки матки, у нас стоит аппарат радиоволновой терапии. Аппарат, который лечит всю патологию шейки матки. Мы откроем архив, где внесены женщины, которым было произведено кальпоскопия и записаны их патологические процессы. Создается база при следующем обращении женщинам и проведении данного обследования можно сравнить. Да, сравнивается до лечения и после лечения. А доступ кто имеет к этой информации? Все врачи, только все врачи. Только врачи. Извне не могут, потому что это сохранение персональных данных. В амбулаторной карте пациента остается тоже с расшифровкой, совсем вот нашим фамилиейшек. Вот это. Вот. Спасибо. Мы находимся в одном из наших филиалов Нандрайзера 19. Здесь находится тот цех якобы подпольный зубопротезный лабораторий лабораторий, все наши назовем их недоброжелателями считают, что он подпольный, коррупционный, приносит огромные миллионы лично в карманы мне и заведующему Филиалу Сергею Петровичу. Он скромный, прячется за мою спину. Но когда-то была идея создать его и мы его создали. Что нам это дало? У нас четыре зубопротезных отделения, которые делают стоматологические протезы, определенные работы. Раньше у нас не было этого цеха и мы все виды работ заказывали в частных организациях. И пациенты приходили в частные организации, платили деньги и консультативно-диагностический центр не зарабатывал. Мы нашли помещение, взяли его официально в аренду, согласно договору аренды, подписанным, утвержденным прошедшим через сессию Киеврады, через коммунальное майно, через все, что можно. Закупили официальное оборудование по тендерным... Спасибо. Это не подготовленный это специально. Закупили через тендера оборудование, закупаем через тендера и прозорость стомат-материалы и работаем. Мы разработали и утвердили тарифы через сессию Киеврады. У нас все эти документы и теперь открыли его и теперь все работы у нас замкнут цикл. Пациент пришел в зубопротезное отделение и все работы делаются в консультативно-диагностическом центре. Для всего района никто не обращается уже в частные организации. Теперь консультативно-диагностический центр зарабатывает через кассовые аппараты, через утвержденные тарифы. подпольный, наверное, потому что он находится на нулевом этаже, ниже первого этажа. Здесь зубопротезное отделение самого, а тут именно тот цех. Но нахождение вот там, в подвальном помещении, не противоречит нормам санстанции, ДПН, ни одним из норм не противоречит. Это подвальное помещение. Здесь находится наш филиал, но мы здесь арендаторы, арендуем все помещения. Мы не баланс утрим овощи. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Это и есть подпольный цех. Это сотрудник псевдо подпольный цех. Наш сотрудник. Монтируем заготовку восковую на литье. Это вороночка, это мост. Мост крупненький, поэтому подобрали филет. короче, вот восковая композиция, которая потом будет в металле. Отдаем в металле. Нам дают смоделированная из воска техники. Вот. Мы отдаем воск детали. Дальше уже там процесс. Сюда все это монтируется. То, что я все это вот заливается огнеупорной массой в эту резиночку. Там уже есть у нас восковая композиция. Вот. Материал огнеупорной массой, которая заливается сюда такой, как кисель, как глина. При помощи вот этого оборудования, которое называется вакуум-миксером. подмешается. Ну, такая штука. Вот. Оно включается, мешается, подсоединяется. куда оно выйдет? Потом оно все заливается. Все это выдерживается, расстывает, затвердевает. Снимается эта вся резиновая штучка. И сама гипсовая колба, огнеупорная, внутри с восковой композицией переходит вот сюда. Печь как называется? Это муфельная печь. Два режима. Быстрый, медленный. Смотря какая кастрюлька, какая опока, сколько надо выдержать, включается любой режим. Печечка нагретая, сюда вставляем. до 950 градусов нагревается опока. После она выдерживается в зависимости от диаметра какое-то время. Вентиляция, воск вытравливается оттуда. Есть специальное оборудование, воск вытравливается. И в этой опоке появляется место в огнеупорной. Тот воск, который я смонтировал и техники смоделировали, вытравливается из этой гипсовой гильзы. И там появляется место для металла, в которое мы потом будем заливать этот металл вот этого машины. То есть ставится сюда эта гильза, разогретая до 950 градусов. Вот внимание вот сюда. Вот кастрюлька для металла, в которой греется сам металл, плавится. Тигель. Вот он ставится сюда. Ну, здесь машина включается. Вот эта вот штучка равняется на нужную нам кастрюльку. Апока номер, апока номер станины, противовес. Все это выстраивается. вот и после того, как опока нагрелась, после того, как металл нагрелся, взвесился, все это, вот, мы ставим сюда опоку, ставим металл нагретый, включаем машину, плавим металл, и он под центробежной силой закидываем металл на коронг. Туда, да. все фиксируется. Да, это мы все фиксируем. Отчеты потом пишем, вот, все это делают. Это внутреннее нашего все тут здесь расписано то, идут с первого филиала, с третьего филиала, с четвертого филиала. подиции одному. Согласно этим документам, согласно нарядам. Все потом производится, когда уже изделие готовое, куле уже возят филиалы. Третий филиал, первый филиал, центральный и детский. все документации. Весь район? На весь район работает. Суд открытия этого литийного цеха, в чем оно было? В 2013 году, когда я выходил с предложением к главе района и к директору, глава района Петр Николаевич Кузик дал добро прийти к нему с планом. Мы проходили с директором вместе, объяснили, он нас выслушал, спасибо, ему и помог открыть это. Помог, поддержал. Вопрос стоял в том, что мы теряем деньги, заказываем все это в частной структуре. Мы, это не мы вдвоем, а консультативно-диагностический, потому что, так скажут, вот они вдвоем потеряли деньги. Консультативно-диагностический центр. Теряем деньги, лучше иметь свое, чем иметь работу с частной структурой. Почему? На следствии у нас было, когда Юрий Викторович стал директором, у нас была очередь на весь район на 15 лет. В течение четыре с половиной года у нас уже стало почти семь лет. Вот в суд, что мы выиграли. Конечно, тут разные доброжелатели пишут жалобы, что мы тут снесли стены, ничего мы не снесли, капитальной стены, такого нету, перегородка из гипсокартона состоит, вот это из гипсокартона все, здесь ничего не нарушит. В помещении, когда освобождены, тут вывозили шесть машин мусора. Вот спасибо на этом, что люди этого не замечали, обвиняют директора и меня, и коллектив, который возглавляет директор Юрий Викторович. На сегодняшний день люди довольны, протезированные проблемы нету, те, которые нужно ремонтировать, ремонтируют, которые нужно делать, но вы это делаете. Кто имеет льгот? Участники войны, дети войны, атошники, афганцы, чернобыльцы, пенсионеры, которые пенсия меньше двух тысяч гривен. 800, 2 тысячи долларов. Все это пользуют, пожалуйста, критик, соседы, что нас выслушали. Еще раз повторю, что все работают здесь официально, все куплено официально, все оформляется согласно бухгалтерского учета, деньги поступают в кассу, говорить о том, что здесь зарабатываются миллионы гривен, ложатся в карманы в месяц, это 2-3 миллионов, это по меньшей степени бред. А так, работают, человек официально устроит, официально получает зарплату. Хочу отметить, что наш летящий, он переселенец. Откуда? С Таханом. С Таханом переселенец. Без никаких проблем пришел на работу. Работа очень хорошо, золотые ручки. Скажу больше, его жена у нас также переселенец. И жена тоже. Работает консультативно в техническом центре. В отличие Деснянского района от регистрирования города, это то, что наш КТЦ несет за условием высотности у нас стационар на территории района, он фактически выполняет все функции по медициному обеспечению, по надану медицинских услуг населенным. Наши лекаря медицинский персонал он сомнительно относится до поставленных перед ним задач и выполняет все свои функции в полном обществе.